Их фотографии на мировой бумаге. Понятно, что сегодня это просто невозможно узнать. Мы в прошлом году проехали... А спонсоры кто у вас? А спонсоры кто? А спонсоры кто? Сам буду сказать, сейчас покажу. Пожалуйста, в третьей странице, считайте слух. Так, считайте, я же... Так, видно, давай. Благодарны за спонсорскую помощь в издании книги Соколу Борису Александровичу, президенту Объединенной Химической Компании «Щоки на Азов». Очень большая идея. Это Сбербанк России, все знают книги эти, имеет возрождающие действия. Заключенным по памятам выходит другим человеком. И потому что я знаю, о чем говорю. Значит, у меня только один момент. Вы хотите, чтобы они были в нашей библиотеке или все-таки в центральной библиотеке города Гомеля? Мы хотели, чтобы там было, чтобы больше читателей было. Хорошо, тогда мы... Это будет не в нашей библиотеке, а в центральной. Хорошо, потому что это вы единственным экземпляром. Хорошо? Да, хорошо. Все, мы обещаем передать. Так, теперь, обстановка в стране меняется, бывает очень быстро. Нападки разные на библиотеку, я уже имею в виду. Я иду к администрации, ходатайствую. К закрытию. Они не понимают, что это такое. Сейчас я вам... Где мы это? Что такое библиотек? Вот это можно даже... Я еще обладил, запомнил. Я отвечу. Там же надо знать, куда выйти еще. Отвечем. Это благословение. Два епископа. Это жития святых. 12 томов Дмитрия Ростовского, на которых Россия воспитывалась. И какое-то событие из своих жизней. Ну, одно припомните, было в воде или звере. Если ты по алфавиту найдешь это слово, какое там звери или что-то, и сразу какое число, и храткое содержание, чтобы найти открыть книгу. Это тоже мой труд, ушло несколько лет. Ясно. Они все эти книги просто... Ну, вот отдельная книга, сейчас покажу я. Тогда знаете что? Надо вам записать, будет по какому адресу? Город Гомель, улица Советская, 26. А что это? Это будут там книги. Там центральная наша библиотека имени Герцена, потому что мы являемся филиалом, понимаете? Понятно. А мой адрес везде, в каждой книге. В начале и в конце книги, мой телефон, адрес, все здесь есть. Мы там еще сайт оставили. Там еще оставили, да, сайт, вот это где там... Тут все вот, это вашим читателям. Да, он сразу знает, куда обратиться. Хорошо. Слушай, перевод Крычковского. Когда у вас хватает столько времени? И что, 1300 лет они в голосках? Нет, вы мне скажите, насколько круто, сколько у вас? Сколько? Я сейчас еще покажу, посмотрите. Вот эта вот книга, вот эта подряд, 23, 24, 25 тонн. Евреи любят золото, золотого света. И за 3600 лет, что было сказано, талмуд, разбираясь со стороны из Библии, как друг от друга, от мусульма на всех сядь, самое доброе, и как нам жить в мире любви. Эти люди, которые входят в это, они понимают, их таких нет. Почему? Я с ними жил, с людьми, я знаю их, как встают и как ложатся. Если я говорю для заключенных работаю, почему, я сам в пяти тюрьмах отбывал, в лагере смерти. Это все на мне, вывершенные руки и все прочее. И поэтому, врагов нету. Главное три врага у человека есть. По-первых, ты посмотри на себя в зеркало, это ты. Сатана и вот этот грешный мир, который привлекает, давай помой, мы все делаем, кольнись один раз, выпей. Нужно молиться, верить в Бога. Из-за нас Господь Христос умер. И в этом смысл. Вот слово библиотека. Что оно означает? Библиоз, по-гречески книги, библиотека, книга-хранилище. И в подлинном смысле, подлинное название Библии вмонтировано именно в библиотеку. Настоящие книги, они все должны быть, как Мартин Лютер говорит, в мире есть одна книга Библия и одна личность Христоса. Все остальное содействует этому. Вот у меня здесь, в моих стихотворениях, 3467 моих и плюс 320 поэтов мира. Вот я сейчас еще одну покажу, пока не уехали. Минутку. А в какую вы страну дальше путь держите? Мы сейчас даже в Польшу зайти, а потом идем в Германию. То есть вы едете на Брест сейчас? Да, в Португалии, пройти в Скандинавию, думаем. Пройти в Прибалтику, опуститься вниз, а потом, а там у нас где ставка, куда переслали литературу уже, а потом пройти Южную Республику и через Чечню вернуться тогда в Ставрополь и дальше работать. В прошлом году 240 городов объехали, если он. И за какой-то период? А? Сколько вы будете дороги? Сколько? Как получится? Сколько что? Сколько будете ехать? Как получится? Ну, допустим, от Барнаула до Владивостока в прошлом году мы проехали 13 дней. Каждый день 1030 километров. Мы подарили книг в прошлом году на 3 миллиона 150 тысяч. А у меня минимальная пенсия. И Бог так сделал, как будто это все не мое. И эти книги написаны без переглядов в глаза. Нравится президенту, патриарху. Не имеет значения. Я делаю выдержку из Бога. Бог будет следить по слову своему. Все. Эти книги, кажется, на столетие вперед шагают. Люди меняются. Слово Божие остается одно. Таможье там проверяют. Ну, у нас книги. Я даю книги раз на таможье. А книга не считается взяткой. Она единственный предмет. А я представь ему. Сегодня вот он подошел, офицер, ну, строгий такой. Я кое-что сказал ему, потом в руке. Так это мне, вам. Ну, и дорога на воду. С нами собака охраняет. Мы ночью где в лесу, степи. Ну, 3 месяца мы, как же, бездомные. Ну, едем и едем. Вопрос, который задают люди больше всего. Ну, понятно, что это делают или авантюристы, или сумасшедшие. Нормальные люди этого никто никогда не делал. Зачем вы это делаете? Я отвечаю, мой народ, моя страна в грозной опасности исчезновения. Это я знаю. Комитет 300, 15 минут слоя наставит, остальных подош. Я с этим не согласен. Я верю, нас Бог сотворил для великих дел любви. Я хочу через книги, мой опыт, громадный опыт жизни отдать людям. Я выступал в Америке, ездил несколько лет, три радиопрограммы, вел телевидение. И ни разу, нигде, никому в глаза не посмотрел, нравится тебе, не нравится. Я возвещаюсь себе в пророческом гласе. И когда прочитаете, ну, это скажете, что ошеломляющая откровенность. Притом, в первую очередь, я обличаю себя и наше православие. Мы даже и вы другими. Вот патриарх Кирилл у нас проехал до Владивостока, вернулся и сказал, состояние церкви, теле, духовные развалины. Сектанты все уже захватили. А у меня отдельное, вот, вот этот том, это как работать с сектантами. Там, с вапкистами, эгомистами. Вот сейчас я покажу. Потому что они люди очень хорошие, они любят Бога. Но ответ один, что они вне церкви, у них нет священства. А святом прищищении. Сектанты православные. Тут ни нападок, ни швей. Их учения, их книги, и с ними беседы. В моем доме сколько пришло баптистов, администейцы стали батюшками православными. Человеку невозможно другого убедить. Это не дано, это Бог делает. Вот мы едем дорогу, сейчас от вас выехали, только за город. Сразу семь минут молитвы, и мы семь минут молимся. После каждого приняли нас, не приняли, нас это не касается. Я выполняю миссию Бога моего, который нужен за меня Господь. Который любит меня, который ждет меня. Мое время может быстро кончиться. Если что-то с библиотеками будет, эти книги растащите по домам, не дайте им погибнуть. В них так много заложено, притом они не связаны друг с другом. Вот они подошли, в любом месте открыли, и та страница с другой уже не связана. Это вопрос, как мне задавали. А дальше выдержки и жития святых. Это 1173 жития. Они все в кавычки взяты. То есть я знал откуда брать. Дальше поэзия. Опять вопрос поэзии. Вопросы, касающиеся жизни. Это не пасторальный роман. Я сейчас, когда в библиотеку зайдешь, ну кто-то зашел, взял одну книгу, гляжу, уткнулся. Другой, другой. Мне выступать не перед кем. Они уже дали книги, уже уткнулись, и я им их не нужен. Вот как Бог делает. Как мы пошли, у нас самый трудный день будет на понедельник. Попросим помолиться о нас. Умудри их, Господи. А народ твой, приведи к познанию тебя Христа, Бога истинного. Соделай путь наш безопасным. И проведи нас куда тебе угодно. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok